Бабы нарожают. Выяснились истинные виновники волны смерти в России. Ирина Алкс, Неснария новости за 3 ноября 2021 года. Какие эпидемии опасны для государства? Подчеркну, именно для государства, не для страны, не для народа страны, а для той властно-административной машины, что этой страной управляет. Ответ просто и вполне очевиден. Для государства опасны те эпидемии, которые угрожают его бесперебойному функционированию и самому его существованию. А подобные угрозы несут в себе заболевания с такой высокой заразностью и смертностью, что они начинают влиять на работу госмашины. И не важно, идет ли речь о коллапсе системы здравоохранения или параличи экономики. Отсюда второй вопрос. Несет ли COVID-19 себе такую угрозу для государства, в частности российского? За почти 2 года пандемии ответ стал столь же очевиден. Нет, не несет. Причем это ясно и для власть имущих, и для общества. Именно в данном обстоятельстве стоит искать разгадку той поразительной ситуации, которая сложилась в нашей стране вокруг COVID-19 и в обществе, и в государственной политике. Начать стоит с общества. Оценки тут глубоко субъективны. Но если отталкиваться от данных социологических опросов и динамики вакцинации, то складывается следующее впечатление. Около 10% наших сограждан относятся к радикальным отрицателям. Радикальным отрицателям. Или самого COVID-19. Или непроверенных и опасных вакцин от него. Или прививок в целом. Приблизительно столько же глубоко прониклись угрозой заболевания и стараются тщательно соблюдать меры предосторожности. Так давно привились, что уже проходят ревакцинацию, держат социальную дистанцию, по всем правилам носят средства индивидуальной защиты в публичных местах и так далее. Ну и есть остальное население нашей страны, абсолютно его большинство процентов 70-80, которое не то чтобы отрицает COVID, но по разным причинам не считает необходимым принятие и соблюдение экстраординарных мер, как государственных, так и личных, для борьбы с ним. Одни полагают угрозу преувеличенной, другие видят в происходящем зловещий заговор мировой кулисы и не хотят ей подыграть. Третьи полагаются на русский авось. А четвертые лично для себя, относительно молодых и здоровых, оценивают как очень низкие шансы тяжелых и фатальных последствий, даже если они заразятся и считают, что можно не напрягаться. Отсюда и расслабленное ношение маски на подбородке, а то и вовсе принципиальный отказ от нее и затягивание с вакцинацией не потому, что человек принципиально против, а потому, что ему, по его мнению, не горит. И крайне негативное отношение к любым жестким государственным мерам борьбы, хотя идея отдохнуть в нерабочие дни нравится почти всем. Что ж касается цифр, жутких российских цифр ежедневной смертности от ковида, то с трагедией потери близкого человека от коронавируса столкнулась пока все-таки не очень большая доля наших сограждан. Для остальных же это, как в известном афоризме, просто статистика. Тысячи смертей в день больше, тысячи меньше. И надо отдавать себе отчет, что государство, ни одно государство, не может себе позволить игнорировать мнение абсолютного большинства своих граждан. Россия никаким исключением тут не является. Руководство страны вынуждено в своих действиях учитывать фирменный отечественный микс фатализма с принципиальным разгильдейством и выстраивать политику с учетом данного фактора. Тем более, что, как и было сказано в начале, никакой серьезной угрозы самому государству ковид не несет. Более того, российские власти извлекли для себя массу полезного опыта из вызова пандемии. Были обкатаны и проверены на прочность многочисленные управленческие процессы, как новые, так и хорошо забытые старые. Система здравоохранения научилась справляться со стрессовыми нагрузками. Были отработаны механизмы оперативного развертывания дополнительных стационаров при вспышках заболеваемости. Была в кратчайшие сроки создана вакцина, доказавшая свою безопасность и высокую эффективность. Это безо всяких скидок. Грандиозная научно-управленческая задача. Было гарантировано, что ничто не угрожает бесперебойной работе ключевых государственных структур, управленческих силовых армии. А отечественная экономика доказала свою способность успешно справляться с нестандартными вызовами и кризисами. Все это – ценнейший опыт в нынешних условиях глобальной турбулентности и нарастания международной напряженности во всех сферах. Кроме того, благодаря общественному нигилизму и необходимости учитывать его, российское государство получило несколько неожиданных бонусов. Например, оно заинтересовано развивать внутренний туризм. И ему, конечно, не слишком нравилось, когда миллиарды долларов российских граждан оставались на курортах Европы, Средиземноморья и Юго-Восточной Азии. Ну что ж, поскольку Россия благодаря принципиальной позиции множества своих граждан находится в красной зоне и конца края этому не видно, открытие границ по большинству популярных туристических направлений нам еще долго не грозит. И не потому, что Кремль и лично Путин никого никуда не пущают, а потому что с той стороны на нас смотрят, как на сумасшедших русских, которые массовым отказом от вакцинации, принципиальным игнорированием мер безопасности твердо вознамерились уморить многие сотни тысяч своих сограждан и которым, конечно, нельзя открывать границу. С таким-то подходом к эпидемии, медицине и жизни. Десятилетиями и даже столетиями одним из главных обвинений в адрес российского государства любой российской власти было обвинение в циничном безжалостном отношении к собственному народу, выраженном в знаменитой формуле «бабы нарожают». Что ж, ковид продемонстрировал, что в современной России этот подход характерен не для государства, а для общества. На наших глазах российская власть проявляет на порядок большую гуманность, ответственность и заботу о гражданах, чем люди, об окружающих своих близких и даже о самих себе. Рано или поздно, так или иначе, ковид будет взят под контроль. Однако, похоже, гуманизация нашего общества, его установок и поведение является куда более сложной задачей и потребует намного большего времени. Ирина Алкснис, «Бабы нарожают». Выяснились истинные виновники волны смерти в России.